Привет, с вами Юлия Ильянова. Сегодня мы смотрим на огромную коробку. Это рождественская коллекция Mankind. Адвент-календарь выглядел по-другому, ну, побольше в той же стилистике. А вот это рождественская коллекция, которая была чуть раньше. И вот на чёрную пятницу были скидочки. Я и многие другие воспользовались ей, купили этот адвент. Вот хочется сказать адвент. Несмотря на то, что это как-то рождественская коллекция, не адвент, всё равно, по сути, наверное, это адвент. И это видео тоже я, пожалуй, добавлю в коллекцию видео об адвентах. Кстати, отдельно плейлисты есть, если вас такие темы интересуют. Там средств вообще много. Это больше не о коробках, конечно, а самих средствах. Так медленно я её открываю. Она тяжёлая. Тяжёлая, большая. С одной стороны, это здорово. Это выглядит большой такой классный подарок. С другой стороны, это, конечно, можно было всё компактнее упаковать. Честно, я даже не знаю, я за то, чтобы они оставались такими большими тяжёлыми. Или за компактность. Вот у Space NK, если вы видели, у меня есть обзор. И так вот, сам этот адвент настолько он компактный, лёгкий. И в нём всё уместилось. Потому что здесь сама коробка очень тяжёлая. Но зато выглядит как настоящий подарок. И я сомневаюсь, что вы так вдруг сюда попали. Вы вообще не знаете, о чём мы говорим. Поэтому не знаю, стоит ли объяснять вам, что Mankind это магазин, где, в общем-то, есть группа редакторов мужчин. И они делают коллекции. Вот те же рождественские, адвент календарей, косметички мужские. Если ещё будет в продаже мужская косметичка, я тоже ссылку внизу оставлю. Но это интересно просто посмотреть. Это средства, они не то чтобы мужские, они унисекс. Мужской уход, наверное, сейчас сводится в высшей степени к тому, что можно поделить со своей второй половиной с девушкой. Снова такая пауза. В интересное время живём. Ваша вторая половина может быть того же пола вместе с вами. Ну и мы уже смотрим, как это всё выглядело. Как видите, ну, некоторое подобие такое вот открывающихся дверей тут есть. Естественно, было всё это заклеено. Красиво выглядит, здорово. И в отличие от адвент календарей, здесь цифр нет, ничего закрытого нет, коробочек нет. Просто места сделаны специально по форме того, что у нас в этот раз представлено. Мне кажется, это выглядит здорово. Но держать тяжело, честно скажу. Поэтому так положу перед собой. И по одному средству буду показывать. Практически всё здесь, в общем-то, достаточно знакомое. Но обратить внимание на отдельную какую-то такую мужскую коробку, мужскую коллекцию тоже хочется. В принципе, я покупала и купила с расчётом. А то, что и я, и мой муж будем пользоваться этими средствами. Ну и, конечно, не последнюю роль сыграло то, что здесь полный размер. 50 мл Deep Cleansing Mask от Амаровица. И вот при покупке со скидкой, и даже если вы без скидки взяли, это всё вместе было очень выгодно. Я и так её покупаю отдельно, на всех возможных распродажах, скидках. Очень люблю эту маску. Считаю, что она заслуживает внимания, как бренд Амаровица. На него есть у меня отдельный обзор. Поэтому я не буду останавливаться. Часто говорим об этой маске и в пустых банках, и в покупках. У меня это практически в постоянном уходе. Естественно, что для мужской кожи точно так же подходит. И вот даже для кожи, которая склонна к проблемам, мужчина, который стоит за этим брендом. За этим брендом стоит пара вообще, женщина и мужчина. И он как раз из Венгрии, и у него есть титул, фамилия Де Амаровица. Он советует на ночь наносить даже на какие-то воспаления, если есть. Я пробовала, маска засыхает, действительно подлечивает здесь минералы. И опять же, адресую вас к видео о бренде, если вы не знаете, о чём речь. Второе, что хочется отметить, так я вот сюда смотрю, а вам это не видно, это Regenerate. Очень люблю зубную пасту и многим советую, уже тоже не первый раз. Опять же, должна предупредить, что за всё это время было 2-3 человека за последние пару лет, которые сказали, что у них чувствительность от зубной пасты Regenerate. Но в целом она восстанавливает эмали, возвращает цвет эмали. Если можно назвать отбеливанием, то зубы становятся менее прозрачными, потому что они как-то такие желтоватые и сероватые, как будто вот эта прозрачность есть. А когда возвращаются минералы кальций, то зуб становится более белым, но не отбелённым таким светящимся в темноте, а более естественно белым. И вот это Mouth Wash, наверное, ополаскиватель для рта. Это пенка для рта, которая действует как ополаскиватель. Ну, особой какой-то магии я не заметила. У меня эта штука не открытая, но я покупала на Чёрную пятницу, тоже вам это показывала. Уже, в принципе, открытая у меня есть. И в плане того, чтобы показать, это просто нажимаешь, оттуда выходит пена, её держишь во рту какое-то время, сплёвываешь, всё. И в дополнение к использованию вместе с пастой, это должно точно так же возвращать ещё дополнительно минералы. Я не думаю, что это обязательная какая-то вещь, но раз она есть, это тоже неплохо. Тем более, когда мы чистим зубы утром и вечером, ещё есть ряд приёмов пищи, после которых здорово было бы использовать какое-то вот ополаскиватель для рта. И он мне чем понравился, у него нет какого-то яркого вкуса. У того же листерина есть послевкусие, после этого какое-то время как-то пушить не очень приятно, ну, какое-то есть это во рту остаётся. А вот здесь всё очень мягко, очень нежно, освежает полость рта и обещает вот после кислотной атаки от еды восстановить эмаль. Что же хочу тут показать вам следом. Давайте ещё раз покажу, что здесь есть. Давайте гели для душа. Их здесь два. Хотела сказать, мой любимый Molten Brown. Вот бренд, на самом деле, и Корос, и Molten Brown два отличных бренда, которые делают гели для душа. Я даже не знаю, какой из них можно назвать любимым. Здесь однозначно Fiery Pink Pepper. Любимый аромат и туалетная вода, и гель для душа. Думаю, что буду покупать его ещё много-много раз. А именно этот Topaco Absolute. Мой самый нелюбимый из всех, которые я только пробовала вообще. И он, как мне кажется, наиболее мужской. Вот самый мужской из всех ароматов Molten Brown. Естественно, они все унисекс. Сегодня уже я не знаю, что можно назвать только сугубо мужским ароматом, а что только сугубо женским. Хотя в нашей ментальности, в постсоветской, сугубо женская. Этого довольно много, но если посмотреть на весь мир, скоро уже будет очень тяжело назвать что-то женским или мужским, и ещё при этом кого-нибудь не обидеть. Я открыла, сразу пошёл аромат. Он, по-моему, по-настоящему мужской. Очень приятно, когда от мужчины так пахнет. Похоже на достаточно попсовые в чём-то туалетные воды, но здесь есть очень интересная такая перчинка. И, как видите, он у нас в использовании. Муж пользуется. Это его гей для душа. Конечно, ещё какие-то другие у нас много там стоит. Я это делаю, люблю использовать. Но этот, в том числе, именно его. Гей для душа, его аромат. Вот этот мы ещё не открывали. Фига. В принципе, тоже приятный, тоже мужской. И мне нравятся ароматы. Давайте сразу ещё вот здесь дезодорант достану. Это не очень просто, но у меня получилось, я его достала. Они какие-то очень приятные, нежные. В общем-то, и женщина может это использовать. И они не яркие. Но на мужчине они приятнее звучат, что ли. Наверное, так. Фига тоже такой травяной, насыщенный. Но в Корос, если вы знаете, у них в составе ещё есть молочная кислота. В маленькой такой концентрации. Это то, что влажняет кожу, а не отшелушивает. Молочная кислота. Это то, что наш пот выделяет. Вместе с потом у нас выделяется этот на коже. Кислотность у кожи своя какая-то есть. Не нужно бояться, что здесь есть какое-то отшелушивание. Наоборот, очень нежный гель для душа Корос. Что ещё добавить? Очень много раз вы от меня слышали, видели, я и покупала. Мой любимый, это всё-таки лимон-базилик аромат. Но я считаю, что если вы не пробовали, стоило бы попробовать эти гели для душа. Это никогда не бывает лишним в хозяйстве. Дезодорант. Посмотрите, какая штука. У меня даже в руке это так едва помещается. Женские они обычно меньше. Я прям обратила на это внимание, что он действительно какой-то здоровый для такой большой руки, именно мужской. Аромат тоже у него такой нежный. Мы как-то не особо распробовали, потому что у меня тоже какие-то другие дезодоранты есть. Но я, кстати, предпочитаю стики. И не буду в сотый раз рассказывать историю о том, что у меня чувствительная кожа под мышкой, для куни всё подходит. И действительно серьёзные дискомфорты, раздражения. И доплотнения под кожей от некоторых дезодорантов. Поэтому я полностью перешла на что-то более-менее натуральное и нераздражающее, но при этом работающее. Вот одна из таких вещей. Также дезодорант аромака от Lush. Мой такой фаворит многолетний. И с последнего очень понравился Malinen Götz с эвкалиптом. Тоже классный. И вот этот тоже, в принципе, вписывается в ту же историю. И вот нежный аромат, свежести. Так иногда пахнет мыло. Вот что-то такое свежее. При этом это не огурец и не море. И какие-то цветочки. Но приятно. У мужа у меня To Go. Это Old Spice с Вирвольфом на упаковке. Там такой вот этот волк. Он тоже такой унисекс. И я знаю, что многие женщины его используют. Вообще мне изначально сестра его порекомендовала. Это просто бомбический аромат. И он как-то... Я сама пробовала, но мне не зашло. А мужу понравилось. И до сих пор он его использует. Вот этот по сравнению, конечно, с классическими вот этими Old Spice'ами. Аромат невероятно нежный, практически незаметный. При этом, чтобы такое хардкорное тестирование провести любому дезодоранту, нужно ждать жары и лета. Это всё-таки такой на зимний, весенний вариант. Это более чем подходящая штука. То, что мы до этого с вами смотрели, как-то, наверное, у мужчин вопросов у большинства не вызовет. Всё понятно для чего. Может, маска там нужна не всем. Но Strongly рекомендую маску попробовать, прежде чем сказать, что вам это не нужно. Вот здесь будет больше вопросов. Очень интересная вещь оказалась. Hans de Foucault Clay Nation. Это помадка, наверное, для волос, если можно так назвать её. Но матовая. То есть, если вам нужно уложить волосы, чтобы они не блестели. Вот это невероятно мужской классный вариант. Тоже я это и на себе пробовала, и на мужа. Работает отлично. Незаметно вообще совершенно. Я уже, кстати, начинаю разминать в руках, чтобы вам показать, и не показала, как это выглядит. Вот так. В общем, это похоже на пасту. Такая штука. Надо это обязательно очень хорошо размять и распределить. Здесь на первом месте в составе воск. То есть, примерно понимаете, какая консистенция. Мы это делаем и разогреваем. Потому что, если вы не разогреете вот куски, они потом на волосах сами не распределятся. А потом делаем вот так. Это будет держать волосы, держать форму. Какие-то вы, если у вас петухи где-то или ещё что-то, отлично тоже для этого работает. И на мужчине, если вот он не любит, например, чтобы было заметно, вот это вот гладкое. Честно, я тоже не очень люблю. Это сразу какой-то определённый тип молодого человека. Если у него тут какая-то заговулина, и она вот ещё блестит с утра и до вечера. Явно это гель. На некоторых это выглядит очень хорошо. Это очень любят киприоты и греки. Всё там, когда жила, это прям такое очень распространённое. Есть такие места. Турки тоже любят такое вот. И это какая-то такая отдельная история. Я не совсем представляю себе на каких-то таких важных и серьёзных переговорах человека с хохолком и с зализанными. Да, у меня очень плохая фантазия, по всей видимости. У меня как-то вот по-другому это всё выглядит. Поэтому такая версия средства для укладки для мужчин, я считаю, идеальная. Никто в жизни не догадается, что на волосах что-то есть. При этом фиксация, она такая гибкая. Не будет, опять же, прилизно или прибито гвоздями, но просто менеджабилити добавляется. И опять же, если вы делаете там какую-то модную прическу, мне кажется, даже какие-то там шипы или ещё что-нибудь, здесь вот хохолок какой-нибудь волшебный, если он не блестит, как результаты насморка, то мне кажется, это лучше. То есть можно сделать какую-то аккуратную, аккуратную прическу, чтобы ничего не торчало, и при этом это не должно блестеть. Это вообще идеальная вещь. Изначально я так статистически отнеслась к этой штуке, а в итоге потом мне это понравилось. Вообще сам факт того, что я теперь знаю об этом. Дальше умывалка. С того, как-то мы с небес на землю уже, то, что в принципе практически каждый может оценить. И как видите, мы тоже начали использовать. Я, кстати, ни разу так не попробовала, муж использовал. И здесь должна быть крышка, мы её уже потеряли. Я считаю, что это идеальный мужской вариант для того, чтобы мужчине вообще показать, как это просто умываться. Ты просто нажимаешь, делаешь один так. Здесь написано, что он очень концентрированный, до 265 умываний. Ещё на самом деле много не нужно. Тут даже написано, что памп 05-1 шот на влажные ладони. И потом распределить. Нужно это использовать чуть-чуть, это концентрировано. Да, муж первое время стал пользоваться. Так, кожа чистая, всё в порядке. Но где-то через неделю, а как раз зима, я заметила, что кожа у него уже становится более обезвоженная, дегидрированная. Очень интересно есть короткое видео у Рене Роло. Я у себя в телеграм это выкладывала, как выглядит дегидрированная кожа. Так вот, если просто на неё надобить, вот так, и посмотреть, то она будет немножко себя по-другому вести. Там сверху такая будет плёночка. Люди, которые перебирают с кислотами, с ретинолами, недостаточно увлажнение. У них как раз такая становится кожа. И вот эта штука зимой может это тоже вызвать. Поэтому, ну, муж перешёл на другую умывалку. Иногда вообще без умывалки, а просто водой только умывается. Вот утром перешли на то, чтобы только водой. И вечером с какой-то умывалкой, она уже более нежная. С гиалуроновой кислотой есть у меня ещё. Из коробки Лейтсен Бьюти я выкладывала это в Инстаграм. Отличная штука. Вот это сразу скажу, что это хардкор. Может быть, даже больше для подростков. Или для мужчины, у которого вот избыточное такое салоотделение. Нужно это смывать, прежде чем какой-то уход наносить. Я оставлю до лета, потому что летом будет что смывать. Там будет, знаешь, больше сала, больше грязи и какой-то пыли от ветра, от чего-то. Зимой это не совсем хороший вариант. Но в целом средство рабочее нормальное. Но вот сама я даже не стала пробовать его. Так, из 12 средств осталось 5. Что же взять? Давайте возьмём такую прям тоже мужскую вещь, но опять же унисекс. Если девочки что-нибудь бреют. Это пена для бритья. Jack Black. Мне не очень удобной показалась сама упаковка. То, что её нужно вот так вот откручивать, потом вот это вот, как-то в неё залазить. Но в принципе пена хорошая. Не сильно подсушивает кожу, но всё-таки немножко есть. И в целом это такой крем. Он не создаёт пену большую. Но при желании можно намылить и даже вот, наверное, с этим вот венчиком бриться. У меня папа так всё время брился, сколько помню. А сегодня что? Многие отращивают бороду. Кстати, вот то, что здорово, что здесь нет ничего для того, чтобы заботиться о бороде. Мне кажется, о бороде действительно надо заботиться, потому что она, как любые волосы и запахи накапливает. И вообще там, особенно кто-то, если курит, и запах еды, и остальное. Об этом нужно тоже думать, всё это мыть. Там тоже нужен отдельный уход. Ну, у нас это не активная какая-то тема. И мне кажется, что очень многие сейчас просто перешли на триммеры. Муж у меня точно так же пользуется с триммером. То есть это только для каких-то избранных моментов, когда это вдруг понадобится. Я вообще не уверена, что самый такой актуальный продукт. Хотя для некоторых действительно, да, у кого-то и служба, опять же, требует в каких-то органах или те же ссылы далеко, не везде, не в каждой компании будут приветствовать, что у вас бородатый продажник. Особенно пока ещё борода не оформилась, а только ещё отрастает. Тут тоже есть такие моменты презентабельности. Смотря где, смотря кто какую должность занимает, и как это будет выглядеть. Крем от Иллимис. Про коллагена Марин. И это то, что я всегда приветствую, когда у нас где-то есть. Мы вот это ещё не открывали, но прямо сейчас тоже муж использует этот крем и я тоже периодически. Но я постоянно использую ряд кремов и как-то их чередую. Сегодня один, завтра другой. Поэтому большую часть времени он, конечно, его использует. И вся банка практически заканчивается. Ушла на него как дневной уход. Крем вообще отличный, базовый. Я о нём говорила в видео об Адренте и Лимисе, вообще и в покупках, и в каких-то пустых банках. Он отличный, базовый для тех, кто не любит заморачиваться с уходом, но всё-таки какой-то эффект хочет увидеть. Здесь есть в целом при длительном использовании ингредиенты, которые себя показывают как антивозрастные. Морщины не уберёт, но разгладит. Кожа будет более упругая, более приятный, отлично впитывается. Мне кажется, для всех типов кожи. Его можно обогащать бустерами. Я тоже добавляю от Clorans Booster. Можно масло в него добавлять. Одесситэ тоже капельки у меня такие с маслом дикой морковки. Дикая такая, да. Я подробнее об этом в Инстаграме писала. Там прямо на фотографии будет написано, что про масло дикой морковки. Можете почитать, если интересно. То есть, крем хороший для того, чтобы солово использовать и с сыворотками с какими-то, и обогащать какими-то бустерами, и при этом не заморачиваться. Здесь нет SPF, что тоже для человека, как муж, например, который не следит так, особенно за своей кожей. То, что я ему приношу, то, что я там на него намазала, на нём протестировала, да. Но SPF нужно вечером смывать. Если я не проследила, он этого не сделает. Соответственно, ретинолы, кислоты тоже я стараюсь в его уход не включать, чтобы дополнительная фоточувствительность не повышалась у кожи. И вот для людей, которые стремятся к базовому уходу, пожалуйста, и также, если у вас есть какой-то отдельно кислотно-ретиноловый уход или с активными компонентами, вы можете это в сыворотке включать, а вот это будет базовый крем. Отличный, я считаю, классика и вполне заслуженная. Но опять же, вот в нём нет каких-то активных, ярких компонентов, которые быстро дадут результат. Это тоже нужно понимать. У каждого типа продукта есть свой покупатель. Следующая штучка, она такая мужская и женская, это салфетки душ, shower sheets. И салфетка, как можно назвать, мужской. Почему? Потому что аромат нейтральный, потому что она большая. У меня ни одной не сохранилось. Я несколько успела попробовать, потому что как-то странные синие обстоятельства. Приходит коробка, буквально через два дня у нас происходит такое плановое отключение воды. И оно чуть подзатянулось, то есть мы успели попробовать вот эти вот салфетки. В принципе, норм, но я не скажу, что это полноценно заменяет душ, конечно. Иногда бывают такие спортзалы, я в таких бывала, где с душем как-то не очень. Он есть технически, но он там не закрывается. Это одна кабинка, народу много. И как-то если вам не очень приятно раздеваться при незнакомых женщинах, если вы женщина даже, то это тоже как-то не самые весёлые минутки. Иногда вот так вот протереться где-то салфеткой, или если вы в походы ходите, ещё где-то бывают моменты, где нет доступа к душу вот такого быстрого. Поэтому не must-have, конечно, но иногда бывает очень даже нужно. Особенно в путешествиях, где не всегда душ тебе вот мгновенно где-то доступен. Осталось всего два средства. Это крем для век и это масло от какого-то очень своеобразного бренда Argentum. Вот как раз этот бренд Argentum, он активно продвигается сайтом Mankind. У них это в коробочках. Также Argentum был в одной из косметичек, которую мгновенно раскупили Beauty Expert. Именно из-за этого крема Argentum раскупили, потому что китайцы говорят, что просто вообще в восторге от этого бренда. Он дорогой. Какие-то супер-мега-экологически чистые ингредиенты. Я пока не совсем понимаю вот весь фас относительно этого бренда. Ну давайте с масла и начнём. На нём вот так вот ничего наклеения не написано, только вот здесь немножко. И я отсюда вам прочитаю. Twin Enhancing Face Oil. Вот так. Масло. Вот сейчас вспоминаем Drunk Elephant, масло Marula и моё определение тонкого масла. Потом тоже мне писали, вот Артём тоже, что, тоже вот понял, что такое тонкое масло. Вот как это по-другому объяснить? Действительно, вот, ну, ряд людей согласились, что тонкое. Можно вот так описать. И это тоже отнесла бы я к тонким, но чуть более жирным немножко маслам. Оно тоже тонкое. Тонко наносится, легко распределяется, и на первый взгляд оно жирнее, чем в итоге оказывается. То есть, если мы это распределяем, оно начинает впитываться, сверху крем тоже отлично ложится. И вот даже если брать для массажа, может быть, оно не такое крутое для массажа, как вот другие масла, более такие насыщенные, жирные. Потому что по ним скользит лучше. Либо там прибор для массажа, либо руки. Здесь всё-таки впитывание какое-то есть. Несмотря на то, что более скользкая кожа становится, это не совсем такой массажный эффект, которого вы ждёте. Всё-таки скольжения хочется больше. Вот то, что могу сказать о масле. Естественно, что все масла в какой-то мере работают. Верхний слой кожи смягчается. Хотите вы, не хотите. Жирные кислоты какие-то могут быть использованы вашей кожей, какие-то могут быть неиспользованы. Может, вот именно вам каких-то не хватает. Поэтому вот именно вот это масло, оно вот заходит вам здорово. Именно это масло мне особо так здорово пока не зашло, но я не думаю, что я его успела распробовать. Я делаю массажи вечером маслом и себе, и мужу тоже делаю. Пока я смотрю, например, сериал или ещё что-то, меня вот совершенно не напрягает ещё у кого-то лицо пожамкать. И что я делаю? Во-первых, естественно, умывается. Вот и таким средством тоже было, пока мы не перешли на более нежное и на чем-то другим. Дальше. Тоник, либо даже без тоника. Сразу масло. И есть ещё сыворотка у меня из одного из адвентов. Ваутери – это специальная сыворотка под масло. То есть до масла, чтобы оно лучше работало, вот такая сыворотка, она интересная, водянистая. Тоже я об этом писала в Телеграм. Можете по названию Ваутери найти в поиске. Там подробности есть и фотографии. Может быть, знаете или так погуглите. И вот сверху наношу какое-то масло. Вот это не самое лучшее для массажа, но оно хорошо как сыворотка. Если не хватает именно маслица, чего-нибудь жирненького, это особенно зимой актуально, особенно актуально вот в момент перепадов температур, когда ветрено, когда становится холодно, вы приходите дома жарко, на улице холодно. То есть это не только зима во многих странах, это еще и весна и осень. Поэтому в целом я, конечно, говорю о всех маслах. Если это масло у вас есть, оно, кстати, было просто завернуто вот в такую вот желтую бумажечку. Если оно есть, заслуживает того, чтобы его попробовать. Если его нет, не знаю, заслуживает ли оно такой цены за свое существование в вашей краснотичке. А я уже шуршу и открываю упаковку, которую я не открывала. Это авант, это гликолевый подтягивающий крем для века. Читаю то, что на упаковке. Пока не открывала и не планирую, пока не готовы с ней расправиться, вот открыть и закончить. Потому что туда надо лазить пальцами. Такое я всегда стремлюсь. Вот открыла, пользуюсь, пользуюсь, пока не закончила, чтобы это долго в открытом состоянии не было. Здесь всего 10 мл. И вот те, кто его попробовал, пожалуйста, напишите, как он. В инстаграм есть место под фотографии вот этого адвентика либо средств из этого адвента, чтобы написать свое мнение. Вот я смотрю, что в составе гликолевая кислота. В первой статье вижу, это очень любопытно, потому что гликолевая кислота, она имеет маленькую молекулу, самую маленькую, насколько я знаю, среди ячей кислот, поэтому она самая эффективная, но и самая раздражающая. То есть с гликолевой кислоты я вот как-то на молочную-то перешла, в большей степени очень довольна. Поэтому любопытно, конечно, крем для век с вот этой кислотой. Скорее всего, ее очень мало. Есть также гиалуроновая кислота, которая как раз-таки возвращает влагу, она ее удерживает. Может быть, как раз она и другие в составе ингредиенты нивелируют, возможно, раздражающий эффект гликолевой кислоты. Я смотрю, здесь в составе даже есть морская вода и гидролизированный коллаген. В общем, те, кто пробовал, напишите, пожалуйста, об этом креме Avant. И, естественно, что все мнения относительно этих средств тоже приветствуются. Я думаю, будет интересно мне и всем остальным почитать, кто что думает вообще об этой подборке и об этих средствах. Мне, например, очень понравилось, особенно, когда скидочка образовалась, потому что изначально у меня в бюджет это как-то не вписывалось. Именно по адвентам. И, по сути, мы с вами тем адвентом закрываем, что это был последний. У меня еще есть адвент от доктора Хаушки, но я его так и не открыла. И я не знаю, почему эта коробка все еще с этими красивыми мешочками лежит. Видимо, она ждет целый час. Поэтому все вот на сезон 2018-19 видео по адвентам закончены по вот этим вот коллекциям. Что будет в 2019 году, мы с вами узнаем. Наверное, где-то к концу лета что-то с каждым годом всего раньше начинают объявлять. Я думаю, что как предыдущие пару лет я тоже на сайте у себя буду делать подборку интересных адвент-календарей. Будем вместе за ними следить, чтобы заранее прикинуть, что будем покупать, что не будем. И рассчитывать бюджет. Я вот точно где-то с начала лета уже начинаю откладывать деньги на адвенты, примерно прикидывая, что будет средств много и может быть что-то очень-очень интересное и невероятно выгодное. Потому что даже при полной цене, вот в 100 фунтов, а мне он уже в 80, по-моему, обошелся, это очень выгодно. Здесь все полноразмеры и все средства, они рабочие, ничего такого, что я вообще не могла бы использовать. Или мы вот как пара муж не могли бы использовать. Здесь ничего такого нет. Никаких-то сверхъестественных, нужных только под полнолунием и только тем, кто отращивает прясть волос вот здесь в какой-нибудь чуб, такого здесь тоже нет, поэтому меня, в принципе, содержимое очень-очень порадовало. И это все на сегодня. Я благодарю то, что вы были со мной. Оставайтесь на здоровой, красивой, позитивной волне. Будьте разумными в своих покупках и в уходе за кожей. Мы с вами обязательно увидимся. Всем пока!